3,5 тысячи километров дорог планируется отремонтировать в Тверской области в предстоящие 6 лет. Объем регионального дорожного фонда со следующего года увеличится на миллиард. Об этом стало известно на заседании регионального правительства в четверг. О том, каких результатов по ремонту дорожной сети удалось добиться в этом году, расскажем в первом материале выпуска. За последние годы объемы дорожного ремонта в Верхней Волжье значительно выросли и продолжают увеличиваться. Если в 2015 году в регионе было отремонтировано около 34 километров дорог, то за последние годы километры ремонтируемых участков дорог увеличились в разы. Начиная с 2016 года в регионе последовательно увеличиваются количественные показатели по вводу в эксплуатацию отремонтированных дорог. Если в 2016 году было отремонтировано 112 километров, то в 2018 это уже 223 километра и ожидаемый ввод в 2019 году составит 235 километров. В этом году программа ремонта была охвачена 48 объектов. Они были выбраны с учетом социальной значимости направления и наличия туристического маршрута. Однако, как доложил на заседании министр транспорта Игорь Павлов, работы полностью завершены только на 80% объектов. Напомним, что в прошлом году в Верхней Волжье были приняты региональные стандарты качества дорожных работ, усилены требования к проведению ремонта и контроль за его выполнением. В результате региональный дорожный фонд не принял работы на пяти участках. У нас из-за таких крупных работ, которые не завершены, это Чуприяновка, это Вышний Волочок и это часть дорог, которая находится в Осташковском районе и в северном городе Твери. Мы насчитали штрафные санкции уже исполнителям, которые у нас заложены в контракте. И в зависимости от того, когда эти работы будут завершены, мы будем вести с ними переговоры по компенсации убытков, которые Терскоглас получил от их деятельности. Что касается ремонта дорожного тоннеля под Октябрьской железной дорогой в поселке Чуприяновка, то подряд на организации должна провести дополнительные работы. Большая глубина залегания дороги, она предъявляет требования к удалению, соответственно, и воды после дождя, и снежного покрытия. Проектировщики объяснили, что там есть система дренажа активного, есть там система удаления. При осмотре мы увидели, что уклон дороги не соответствует направлению слива воды в систему дренажа. Поэтому попросили исполнителей исправить эту работу. Это дополнительная гидроизоляция, которая там должна быть установлена. Это укрепление подпорных стенок, для того, чтобы вода не размывала. Ну и, конечно, это уклонка дорожного покрытия. В целом, к подрядчикам, которые не выполнили работы в срок, будут применены штрафные санкции. Усилить контроля региональной власти планируют и за содержанием дорог. Такие стандарты региональная власть планирует принять в ближайшее время, в феврале-марте 2019 года. То есть не будет ни скошенных обочин, ни почищенных обочин. Будут установлены дорожные знаки, которые тоже будут чиститься в зимнее и летнее время. Соответственно, для нашей безопасности. Именно от укрепленности обочины зависит дальнейшее движение. Это и необходимо применять и окос обочин, это видимость на поворотах, это дорожные знаки, обозначающие поворот дороги. Ну и очень важно наличие краевой разметки на дороге при движении в темное время суток. Объем дорожного фонда в следующем году увеличится на миллиард. В планах отремонтировать за этот период 235 километров дорожной сети. А планы на предстоящие 6 лет в рамках отраслевого нацпроекта Тверской области еще амбициознее. Привести в порядок более 3,5 тысяч километров дорожного полотна.